Вот, кстати, да, это такая немножко старомодная школа чтения поэтных мастерских стихов, они читают наизусть. В век интернета, к сожалению, это умение практически отмерло почти у всех у нас. Классно, что где-то пытаются поддерживать свет, вот в себе пытаются поддерживать. Это непросто, потому что у нас у всех мозги уже... Агрокируют. Да, это неизбежные посредствия современности. Я раньше тоже знал свои стихи наизусть, когда-то давно. Но потом стал их ненавидеть и перестал их вспоминать. Это не достоинство. Ренат Галюдинов? Ну, давай. Я никогда не знал своих стихотворений. Только первое свое стихотворение я, наверное, сейчас даже помню наизусть. Оно короткое, во-первых, было. А во-вторых... Но я его очень долго писал, несмотря на то, что оно короткое. Поэтому оно запомнилось. Ну, давайте с него и начнем тогда. Утро. Эскиз. А мостовую капелью в древеске сны. Ты просилась с постелью, ногой на карниз и вдоль стены. Через тернии вниз. Вот, это я помню. Все остальное я не помню, поэтому читаю с листа. За последние годы мне ничего не написано нового. Так что, я вам почитаю с листами. Это то, что есть. Адам тосковал, не желая в раю быть один. Господь проникся этой его драмой. И пока крепко спал первый из всех мужчин, взяв у того ребро, сотворил еще одного Адама. Зажили друзья счастливо, душа в кучу. Стали вместе рыбачить, трепаться о политике и футболе, играть в танки. Съели вместе буд специи, сахара и соли. Но запреты божьи, никто даже и не думал на лучшее. Кругом кокосы, бананы, апельсины, бамбук и прочие тропические плоды. С чего бы это яблочко захотелось вдруг? Не говорите, Ерунда. Правда, ползал тут как-то один искуситель. На вид шланг шлангом, но на деле не так прост. Все подбивался грешить, да причинил случайно где-то хвост. Куда в итоге делся? Кого-нибудь другого, спросите. Не случились ни потоп, ни исход, ни мировые войны. Не расселилось во всей земле людское племя. Планета большая, да два человека всего живут в Эдеме. Вполне своей жизнью довольны. Пчелка. Вот сейчас я чувствую, что как бы детей я меньше люблю, чем обычно. Но, в принципе, есть у меня несколько детских сокровений. И вот с них, наверное, имя я и пробовал. Итак, пчелка. Я тебя, пчелка, не боюсь нисколько. Принеси мне, пчелка, меда вот столько. Вкусного только. Неба вот столько. Чистого только. Солнца вот столько. Доброго только. Лета вот столько. Теплого только. Принеси столько, чтобы всем только. А не мне только. Маша на каше. Как не любит Маша кашу, кто бы знал. Тот кормить бы Машу кашей перестал. Ей пирожных бы и торт, и конфет. Это завтрак высший торт. Высший сорт. Лучше не это. Взрослые не понимают в еде. Есть продукты, заставляют в еде. Макароны, суп, салат. Зачем? Дайте сладкий шоколад, мед и джем. Про полезность мармелада в глаза обязательно им надо сказать. Чтобы поняли они наконец. Нам ни хлеб не нужен, ни холодец. Имена. Много разных есть имен на большой планете. Есть мужские. Родион, Миша, Ваня, Петя, Роберт, Вова, Константин. Это имена мужчин. Про такие имена говорить нельзя она. Слово для мужских имен правильное – это он. Резинда, Наташа, Таня, Клара, Аня, Света. Так мальчишек звать не станет. Про девчонок это. Про такие имена мы ей говорим – она. А бывает чуть пореже у девчонок и ребят имена одни и те же. А какой у тебя? Я написал так твердо, уверенный, что… Ну, как бы забыв о том, что, в принципе, Ренат это тоже, да, и у девочек, и у мальчиков. Так, ну а теперь дальше совсем старенько. Театр военных действий. Оборонительно зрительный бал. Линия фронта – кулисы. Я с той стороны. Мне видны четкие в свете софита фабрисы. Лиц заполняющих зал. От сцены и ввысь. От стены до стены. С нижнего ряда на самой галерке Каждое сердце к вершине пять. Надо взять высоту и держать. Быть на высоте и не сдать высоты, хоть умрите. Покуда не бросят знамена цветы под ноги поверженный зритель. Вызвав на сцену победным парадом выйти на бис и поклониться в пояс. После, до времени нового боя, график в афише. Уйти в тень кулис. Стой, автолюбитель. У обочины – перемешку. Рваные куски железа, осколки, стекла, болты, фрагменты обивки и прочие детали. Легкие кости, печень, бочки и так далее. Вместе все это выглядит не очень. Зато красиво легла траурной каймой угла. Временная разметка тормозного пути. Двойная, сплошная, прощай, прости. Лаконично, дорожный стиль. Комя свежей земли на трассе. Кто? Неясно, обознать не смогли. В однородной массе металла, пластика и мяса. Так меня не стало. А вот тут и утро есть. Я его прочитал. Приглашение на казнь. За ним пришли скучающий конвой. Тюремная карета, площадь, барабанный бой. Народ, бурлящий волной, его не зли. Смолк грохот, путь на эшафот. Стук каблуков, слон цепи. Сброд замкнулся, пропустив вперед. Пронесся ропот. Ступеней скрип поднялся на помост. К священнику, обряд последний прост. Отпущен грех, пункт следующий. Покос. Встал на колени, с горби в спину. Шею на изгиб. В мутнеющем сознании картина. Не люди, тени, не металл. Бумажный схлип. Но глух удар, предсмертен хрип и голова в корзинах. Тут в начале интерпретация. Вот небольшая интерпретация. Все повторится в новом веке. И ныне прозвучат как в старе. Слова все те же, но хэштеговые. Аптека, улица, фонарь. Ночь, нацепив на платье звезд стразы, отправилась в три позначном клубе. Туда, где сердца бьются в ритме джаза и сливаются в терпком коктейле губы. Принадлежащие разным лицам. Здесь, на дне, долгим прелюдием предпочитают скоропалительные блинцы. В меню отсутствуют изысканные блюда. А чувственные фасты ценнее. Когда по экрану ползут титры, неотвратимые. Изгна бесконечности, бесконечность выси, до самого дома. Не хочется говорить, чтобы не расплескать литры оставшегося в груди объема. Это стихотворение о том, как мы выходим после хорошего кино и идем на поле. Футболовец. Дети играют в футбол. Солнце гоняя по полю. Надо забить гол. Важнее ничего нет более. Игра в одни ворота. Бьются лбы, рвутся гланды. Сходятся две команды и врата. В небе чернеет дыра. Там посветило следует быть. Если б сегодня его с утра не сбросили в пыли кудьбы. Точен, кручен, горяч. Солнечный мяч. Обжегся, не плачь. В городе жили грехи. Все. Отвели, когда мало. Складывались в стихи. В вершах грехов навалом. Маслом ложились на холст. Потом и кровью на простырь. Этот намек слишком толст. Толго писать непросто. Песни звучали в душе. Вглядывались в объективы. Фотоохота – мишень. Запечатляясь счастливой. В городе жили грехи. В городе же умирали. От перестрелов лихих. Травм, электричество. Стали, старости, страсти, стихи. Глупости, ядов, печали. Общей картины штрихи. Иглы потерь в стоге судеб. В городе жили грехи. А умирали люди. Города бывают разные. Есть города-ухажеры. Глушат громким хором. Есть те, что жрут ноги. Бесконечные проспекты дороги. Есть приглядевшие руки. Здесь заламывают их от скуфи. А есть города-головоеды. В них и включаются главные еды. Абажур. Кто мы? Двухмерные фигуры на тонкой ткани абажура. В природе наши все ответы. Лучи божественного света. Париж ей к лицу. Я уверен, ей к лицу Париж. Но носить его она будет слегка и стильно. Без наркотических трипов и возлияния отдельных. Не так, как делают это герои Парижей книжных в произведениях Жанна Жене или Генри Миллера. Он не будет ни ласковым, ни жесточим с ней. Это будет Париж из комедии, а не из триллера. Париж, который хоть раз каждый из нас видел во сне. Все окружается, да? Я тут хотел одну коротенькую специально для Толи. Но я ему почему-то опять не распечатал. Я ему очень хотел почитать, но в Толи я его не распечатал. Если я уже сам не распечатал. То ли не распечатал, то ли забыл. Да, то ли забыл, то ли не распечатал. Ну тогда напоследок две коротенькие шуточки. Наверное, так скажем, да? Наоборот. Так Европа сперла Зевса. Кстати, дерзко, неожиданно и смело. Допустив сначала до кровати, внос потом кольцо стальное вдела. Что с Юпитером нельзя, с быком прокатит. Ну и семь раз отрежь. Есть повесть печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Невыразимо грустен сказ о том, как жили белоснежек семь и гном. Дневнине счастья он ушел в рассвете. Все, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода.